День добрый и добро пожаловать, с вами я Хаг и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Die Hard Dungeon. Итак, эта игра у нас поедет только вышла на стиме, но она уже давненько бегает туда-сюда по разным серверсам, как Десура, она была в разных бандлах, и я играл в нее раньше. И скажу сразу же, в версии стима ничего особо не добавили, то есть ничего важного не добавили, так что давайте продолжим. Я сейчас еще раз перезапустил игру, и нам каждый раз нужно проходить, как я думаю это называется, туториал. А то есть мы каждый раз просыпаемся, мы каждый раз видим сундук, который дает нам ключ, мы спасаем сундук. То есть все это, по-моему, абсолютно не нужно. И по идее, когда мы играем второй или третий раз после того, как мы запустили игру, тогда оно отключается и нам не показывают. Но когда мы перезапускаем игру, нам каждый раз нужно проходить туториал. Что я не понимаю просто в чем это прикол. Следующее, что у нас есть, это у нас есть меч. Меч у нас используется очень странно, то есть мы не можем двигаться перед тем, как меч ударит, и меч бьет как бы не сразу же, а с легким замедлением. Это, конечно же, добавляет уровень обучения к использованию меча. Но с другой стороны, скажу вам честно, это наша базовая атака. И по-моему, вот именно базовая атака должна быть как можно проще и как можно понятнее. Но нет, здесь она не очень. Я также играю, пользуясь контроллером, это важно, потому что на клавиатуре не очень удобно управлять, скажу вам честно. Или даже можно сказать, очень неудобно управлять. Я прошел намного дальше, просто сразу же намного дальше, используя контроллер. Так что, знаете, если у вас, может быть, нету джойстика, может быть, вам не стоит покупать эту игру. Хотя игра, по идее, стоит всего лишь 79 рублей, но это один из тех случаев, когда у нас игра подходит именно под цену. А то есть то, что они здесь предлагают, не стоит больших денег. И стоит ли вам покупать эту игру вообще? Я вот тут вот сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос, потому что тут мало чего есть. То есть тут, да, конечно же, данжен, тут у нас есть оружие ближнего боя, у нас сейчас дадут уровень с врагом, видите, у нас всегда уровень с врагом. Мне так уже надоел этот туториал. Нам дают оружие дальнего боя, которым очень легко пользоваться даже на контроллере. И, ну, это, с одной стороны, легко пользоваться, просто я говорю о том, что легко прицелиться, это без проблем. Но как им пользоваться по-настоящему, нужно научиться, потому что, видите, если стрелять прямо в врага, то шар будет отскакивать, при том, и скакивать в нашу сторону, и будет взорваться в нас. Когда нужно стрелять рядом с врагом, чтобы шар ляг рядом с ним, и мы могли его взорвать просто сбоку, потому что у него щит спереди. Итак, все. Вот это туториал. Меня уже третий раз заставили его проходить, что немножко нервирует. И я думаю, что, может быть, это баг, может быть, это... Я не знаю, в чем прикол, но... Да. Отсюда у нас идут данжены. И отсюда у нас идут данжены, которые абсолютно рандомизированы. То есть, что у нас будет здесь, не знаем. И все идет по, скажем так, формуле рогалика. А то есть, рандомный данжен с рандомными врагами, с рандомными бонусами, которые... Вот, видите, я сейчас получаю суток. Так. Угу. Мы нашли золотой ключ. На нем что-то написано очень важное. Но непонятно, как его использовать. Намеков нету. Хорошо, понятно. Это, например, вот я этот золотой ключ первый раз нашел. Я не знаю, что с ним делать. Зато он тут... Тот зеленый... Так, да. Тот зеленый сундук, на котором у нас числа есть. Я встречаю не в первый раз. Поэтому давайте... Трижды можно. Так, хорошо. Это перк у нас на улучшение оружия. Это у нас больше жизни. И здесь мы ничего не получаем. Так, хорошо. Давайте... Как раз не очень приятно то, что... Когда у нас есть уже максимальная жизнь, я могу случайно собрать... Да, хорошо. У нас больше радиуса на урон огнестрельным оружием. Я могу собрать жизни. То есть было бы приятнее, чтобы было как и в Айзеке. То есть эта жизнь, она есть. Но я ее собрать как-то не могу. Так, чтобы можно было оставлять ее на попозже. Так, это видите. Я сейчас не очень сделал это. И оставленную жизнь на попозже могу сейчас собрать. Хотя... Вот сейчас... Нет. Я все-таки смог пробраться. Так, теперь... Где-то здесь... Где-то здесь хранится... Ключ. Может быть он в этом... Нет. Нет. Это... А, вон он. Он просто в мусоре лежал. Все понятно. Так, давайте тогда пойдем. Извините. Немножко. Немножко приболел. Чуть-чуть совсем. Так, давай убегай штука. Хорошо. Хорошо. Дверь открывается и мы идем дальше. И скажу вам так. Я до конца не доходил. Меня убивает раньше. Но из того, что я видел. Все, что вы увидели уже сейчас. Это именно то, что сейчас будет в игре. И вот эта вот большая штука. Она меня задавила. Просто чудесно. Просто прелестно. Отличный враг. Которого невозможно увидеть. Просто, да. Просто я от него балдею. Так. У нас тут есть маленькие враги. Но это ничего. Это... Вот. Иди из бочки. Я получаю здоровье. И... Где у нас ключ? Где у нас ключ? Эм... Так. Это фея из сундука вылезла. Которая дебафы бросает на нас. Так. Скорее всего, вот в этом товарище у нас ключ. Нет. Ммм... В грибке? Грибок? Это ты? Нет. Ммм... 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 Конечно же. По мусору можно сейчас побегать. Может быть, фея? Ну нет. По-моему, фея не убивается. По-моему, фея это вечная тварь, которая бегает туда-сюда. И гадит нам постоянно. Но... Пру-пру-пру-пру-пру-пру-пру-пру. Так. Золото как раз это, конечно же, приятно и мило. Но... Дайте мне ключ! А, господи. Да, боже мой. Вот он. Так. Может быть, я смогу сейчас вот здесь вот открыть этим золотым ключом? Нет. Ммм... На кнопку нажимать нельзя, потому что меня тогда уколет. Аммм... Это в первый раз с таким встречаюсь. Чтобы вообще не было выхода из уровня. А! Понятно. Значит, нужно было еще и фею убить. Пайк. Ну все, хорошо. Предупреждать же надо. Да, обычно фея, она летает туда-сюда, носится как сумасшедшая. Так, хорошо. Давайте пойдем дальше. И было бы приятно, если бы на разных уровнях были бы указанием. Найди ключ. Или убей всех. Или тебе нужно уничтожить то это или то то. То есть обычно есть еще обелиски, которые нужно убивать. Но сейчас то, что всех врагов убей, как-то это в первый раз было. Так что я немножко удивился. Так, хорошо. Давайте тогда разрушим сундуки. Аммм... Аммм... Опять? Опять. Опять мы ищем ключ. Так. И опять нам нужно убивать всех врагов. Скорее всего. Так. Нет, это у нас опять... А, нет, вот он. Вот он, ключ. Хорошо. Так, давайте. Пойдем, 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 пойдем. Хорошо. Дверь открывается, и мы идем дальше. И вот такая вот, вот такая вот игра, в которой я не смог проскочить мимо ловушки. Но мы умираем, мы нажимаем на кнопку ретрай, конечно же, попробовать снова. И мне было бы приятно, чтобы игра началась каждый раз, когда я запускаю ее, вот с этого момента. Да, то есть каждый раз у нас мы можем подойти к сундуку, мы можем открыть разные перки. Мы, у нас есть шанс, по крайней мере. Да, у нас. Мы шанс этот пролетели. И это абсолютно рандомно. То есть у меня есть контроль над тем, когда нажать кнопку получить сколько попыток. Но, так, опять этот мужик и огнестрельное оружие. Ня-а-а! Ня-а-а! Дяденька, а вам говорили, что вы уже всем надоели? Направо и налево. Давай-давай-давайте, пойдем просто дальше. Хорошо, не будем с ним разбираться. И все. Так. И снова данжен. Снова пробежечка. При том, что я пока что наверх нажать не могу. Почему, я не знаю. Мне нужно сначала в подземелье. Не-е-е. И поехали дальше. И так, да, отлично. Золотой ключ, который неизвестно зачем. Ну, конечно же. То есть, если вы будете играть в эту игру, то вам... Да, у вас будет шанс разобраться с... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ноль. У вас будет шанс разобраться с тем, что здесь происходит. Зачем все это здесь есть. И как все делать. Но, чтобы это делать, у игры уже... Должно быть, как бы... Игра должна будить базовый интерес. А то есть... Ой, вот мне интересно сейчас сесть, разобраться, посмотреть, как здесь это все сделать. Потому что игра интересная. Сейчас у меня, скажу вам честно, желание в нее играть. И при том, желание проходить снова и снова и снова туториал абсолютно не появилось. Скажу вам честно. И все потому, что и управление так себе. И графика так себе. И сюжета не очень. И герой как бы... Ну, пират какой-то. Ну, какой-то пират. И ничего особо загадочного в этом данжене нет. И знаете, я понимаю, что в каждом подземелье, в котором неизвестно, что происходит, и мы просто появляемся и начинаем бегать, есть всегда какая-то загадка загадочности. И какие-то вопросы можно задавать. И игра стоит всего лишь 79 рублей. Так что, если вам хочется данжена, в котором вы можете побегать, поубивать всех, и просто повеселиться, и у вас, например, есть контроллер, потому что только тогда игра становится более или менее интересной и динамичной, то можно, конечно же, взять и поинтересоваться. То есть 79 рублей потерять, как бы, не очень страшно. Но, я вам скажу честно, мне она не очень нравится. И, опять же, тут больше проблема в том, что здесь, знаете, обычно можно закритиковать игру за то, что в ней есть. А то и здесь есть это, и это, и это, и это. Здесь я бы скорее критиковал игру за то, что в ней нет. Здесь нет ничего по-настоящему интересного. Того, чего я бы еще не видел. Того, чего я бы еще не видел в Паников Айзек, и во всех остальных роуглайках, у которых динамичная структура, а не пошаговая. И, притом, это не очень динамично, когда перед каждым ударом мне нужно становиться и просто стоять на месте. Так что игрушка, как бы, функциональная, но сама из себя ничего особо не представляет. Так, хорошо, давайте соберем. Что это такое? У-у-у-у, что-то такое. Мы можем бросить эту штуку в... Так, 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 в колодец и загадать что-то. Колодцы я видел раньше. А, вот он как раз, колодец, по-моему. Так, вот, хорошо. И что это? Так. Хорошо, мы можем прятаться теперь в сундуке. Отлично, это, скорее всего, нас будет спасать какое-то время от урона. И мы продолжаем. В общем, можно взять с собой всего лишь два перка, то есть нам придется выбирать... Да, отлично. Нам придется выбирать, когда мы умрем. Или найдем новый перк. Но давайте сейчас вернемся. Здесь в игре есть еще... Я не знаю, зачем они это добавили. Просто, скорее всего, потому что могли. Но это, как бы, абсолютно из ниоткуда. Есть еще мини-игрушка Mayhem. А то есть это на хайскор. Это можно просто посоревноваться с другими людьми. Я как раз в первый раз, когда играл, набил себе 130... Да, 130-е место ровно. И это у нас Twin Stick Shooter, которым мы пользуемся, эти палочки, чтобы управлять. Эта палочка, чтобы стрелять. И мы просто передвигаемся. Чем больше мы врагов убиваем и очков набираем, тем больше уровней, тем сложнее играть. Чем дольше мы можем выдержать самый высокий уровень, тем, конечно же, больше хайскор. И тем лучше мы можем... Тем больше мы можем набрать очков. И тем больше мы можем... И тем дальше мы заберемся по лестнице наверх. И, конечно же, мило. Но, опять же, ни о чем. Ни о чем это. Ну, хорошо. Вы это добавили в игру. А нормальную игру сделать главную? А как-то добавить это в игру? Нет? Нет? Ну, хорошо. Я как бы... Я просто спрашиваю. И, конечно же, спрашивать у такой дешевой игры такие сложные вопросы, может быть, не стоит. Но даже самая дешевая игра, если в нее просто неинтересно играть, и она не захватывает, то это бессмысленно, платить за нее какие-либо деньги. Так что посмотрите на нее. Посмотрите, может быть, что люди другие говорят. Потому что я... У меня такое впечатление, что у меня просто мнение о ней не очень хорошее. И тогда берите или не берите. Но, по-моему, по-моему, тут делать нечего. И если брать, то только на совсем огромной скидке. Знаете, когда вы можете попробовать, и тогда уже совсем денег будет не жалко. Там, не знаю, на сколько она может скинуться. На 20, на 30 рублей. Так что посмотрите, пожалуйста. И тогда решайте сами. Я говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.